Анна Викторовна Швабауэр Анна Викторовна Швабауэр Анна Викторовна Швабауэр Анна Викторовна Швабауэр Привели к разрушению традиционного института семьи. За последние 18 лет в США изъято около 5 миллионов детей. К сожалению, в России тоже очень большое число детей попадает в эту систему профилактики, поэтому нам надо вовремя понять, что происходит и принять все меры для того, чтобы этот каток остановить. Я немножко истории коснусь вопроса. Одним из главных юридических документов оснований для внедрения у нас в ювенальную юстицию являются международные правовые акты, в частности конвенция о правах ребенка 1989 года. По этой конвенции родители имеют право лишь, я цитирую, руководить ребенком в осуществлении признанных конвенций прав. То есть у родителей нет права на воспитание по этой конвенции. Вообще вся конвенция посвящена правам детей. Например, 16 статья. Ни один ребенок не может быть объектом вмешательства в осуществлении его права на личную жизнь. То есть у ребенка право на личную жизнь, а родители могут только руководить им. Воспитывать они его не имеют права в нашем понимании. Далее в 1990 году принята декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, в которой прямо сказано, что особое внимание надо уделять сознательному планированию численности семьи. Мы все хорошо понимаем, что такое планирование численности семьи. Во исполнение декларации 1990 года, в 1995 году Борис Ельцин подписал первый внутригосударственный документ ювенального характера. Он назывался «Национальный план действий в интересах детей». Там прямо использовался термин ювенальная стица. Потом он ушел, но документы, которые реализуют вот эту установку, к сожалению, были приняты. Например, в 1999 году у нас появился закон о профилактике безнадзорности. Вроде такое название не страшное, но там такие широкие юридические основания для вмешательства в семьи, что наибольшее число отобраний детей в наших семьи происходит именно по этому закону. Считается, что ребенок безнадзорный, само понятие безнадзорности крайне широко трактуется, отсутствие контроля за ребенком. Что такое отсутствие контроля? Были ситуации, что даже ребенок находится рядом у него бабушка, мамы нет, и считается, что вот отсутствие контроля мамы, и ребенка надо из такой семьи изъять. Вот, поэтому этот закон, конечно, нуждается в корректировках. В 2012 году у нас была принята национальная стратегия действий в интересах детей. Привезли нам ее из Европы со ссылками на то, что каждый пятый ребенок подвергается насилию в семье, поэтому якобы вот нужна особая защита от родителей. Это, конечно, вранье, даже для Европы с точки зрения статистики вранье, но тем не менее, вот у нас как-то некритично эту стратегию приняли. Там даже содержится ссылки на необходимость внедрения ряда документов Совета Европы, которые не имеют перевода на русский язык. Это в нормативном акте, который в нашу законодательную базу вошел. В 2017 году эта стратегия истекла по сроку, но принят новый документ взамен десятилетия детства, в котором, к сожалению, сохраняются ювенальные установки. Мы по плану потихонечку их рассмотрим. Вот это десятилетие детства у нас до 1927 года действует. Ювенальная юстиция держится на определенных базовых установках, по которым мы по порядку сейчас пройдем. Во-первых, я бы выделила такой принцип, который называется раннее выявление семейного неблагополучия. Второй момент – это идеологическое переформатирование общества через внедрение ложных установок, таких как приоритет прав ребенка, ответственное родительство, приравнивание обычных воспитательных мер к насилию и так далее. Третий момент – это создание системы сбора широкой информации по семье, чтобы обеспечить вмешательство в семью. Четвертый – это финансирование ювенальной системы. Пятый момент – это межведомственное взаимодействие всех структур, которые касаются семьи и ребенка. И последний момент, который мы обсудим, это широкомасштабное внедрение прозападных НКО в систему работы с семьей. Итак, что такое раннее выявление семейного неблагополучия? Этот принцип впервые появился у нас в законодательстве в 2012 году, и сейчас мы его видим в десятилетии детства. Там написано, что необходимо создавать правовые и социальные условия для раннего выявления семейного и детского неблагополучия. Кроме того, этот принцип вошел даже в нормативную базу. Например, существует у нас приказ Минтруда 2013 года, в котором прописан стандарт профессиональный для специалистов органов опеки. И там сказано, что работа таких специалистов должна быть направлена на раннее выявление детского неблагополучия. Что же это такое? Характерно, вот у нас имеется письмо Министерства образования 2016 года, которым в регионы направлено методическое пособие. Оно так и называется – раннее выявление нарушения прав детей. Самое интересное, что подготовлено пособие НКО, то есть даже не министерством, Фонд профилактики социального сироза. Открываем эти методички. Что там написано? Раннее выявление. Это выявление детей с признаками возможности жестокого обращения с ними. Признаки возможности. Что это такое? Там также сказано, что надо сигнализировать о первых единичных случаях нарушения прав детей. Дальше смотрим региональную базу. Ну, например, в Краснодарском крае у нас есть постановление краевой КДН по раннему выявлению. И там основанием для того, чтобы подать сигнал на семью, для того, чтобы раннее обеспечить это выявление, является задолженность по ЖКХ в течение более чем 2 месяца. То есть вот надо понимать, что такое раннее выявление на самом деле. В Московской области тоже принято постановление, которое так и называется, осуществление деятельности по раннему выявлению нарушения прав и интересов детей. И там говорится о том, что это получение информации о признаках нарушения интересов ребенка в случаях, когда угрозы здоровью нет. Нет даже угрозы ребенку, а сигнал подать уже нужно. К сожалению, мы видим переход из методичек НКО, которые имеют связь с западными структурами каких-то установок явно антисемейных в нашу нормативную базу. Дальше, что происходит для того, чтобы внедрялась ювенальная юстиция? Идеологическое переформатирование общества. Внедрение вот этих вот ложных установок, ложного понятия опасности для ребенка или жестокого обращения с детьми. В 2014 году в регионы было разослано письмо Министерства труда, в котором рекомендовалось использовать материалы Национального фонда защиты детей от жестокого обращения. Вот посмотрите, пожалуйста, этот фонд, если исторически посмотреть, он тесно связан с USAID, Американское агентство международного развития. Эту структуру вообще-то изгнали из Российской Федерации. В принципе, она представляет угрозу нашей стране, она работает на продвижение интересов США в других странах. Тем не менее, документы, которые подготовила структура с такими связями, вовсю у нас внедряются. Там много томов методичек, они всю страну нашу покрыли. То есть, это идет такое внедрение параллельной власти. Это не на уровне семейного кодекса, не на уровне законов. Это вот такие методички, которые приходят в регион, допустим, в департамент социальной политики региона, и их он рекомендует к использованию. Ну, пару цитат приведу из этих методичек нацфонда. Например, среди непосредственных угроз безопасности ребенка названо, цитирую, «Любой член семьи негативно настроен к ребенку или нереалистично оценивает способности ребенка». То есть, понимаете, что это абсолютно может субъективно трактоваться на практике, что такое нереалистичная оценка способности ребенка. Вот это является фактически основанием для его отобрания, согласно такой методичке. Или еще интересное основание. Поведение членов семьи позволяет сделать предположение о том, что семья может исчезнуть из поля зрения специалистов. Что это такое? То есть, фактически, неприкосновенность частной жизни, семейной жизни – это ничто. Каждая семья должна быть под тотальным постоянным контролем с точки зрения авторов этих методичек. Или получение травмы ребенком. Вне зависимости от наличия вины родителей, травма есть, пошел сигнал. И мы на практике уже с этим сталкиваемся. Даже с такими ситуациями. Вот нам звонили, ребенок получил ожог, звонит мама в скорую, говорит, у ребенка ожог, кипятком облиц. А скорая сообщает, лучше не оформлять вызов, иначе у вас могут отобрать ребенка, сделайте то-то и то-то. То есть, вот с такой практикой мы уже сталкиваемся. Почему? Потому что системы, которые должны быть друзьями семье, такие как школы и поликлиники, больницы, их благодаря вот таким, в кавычках, благодаря таким методичкам делают врагами семье. Ну, еще этот фонд распространил, например, по России. Книгу «Жестокое обращение с ребенком». Что там считается эмоциональным насилием? Цитирую. «Неспособность родителей обеспечить подходящую для ребенка доброжелательную атмосферу. А к видам психологического насилия отнесена непоследовательность, противоречивость в реакциях на поступки ребенка или повышенные ожидания родителя». Вот такая вот книга у нас является основой для методической работы органов опеки, в социальных структурных местах. И тут уже все зависит от того, насколько добросовестные, нормальные люди работают в конкретных структурах на местах. К сожалению, вот эти вот методички вошли уже в законодательство по работе с детьми регионов. Например, у нас в Санкт-Петербурге на сайте, официально на сайте города, размещена методичка, называется «Алгоритм выявления случаев жестокого обращения с детьми». Вот посмотрите, что там названо насилием над ребенком. Критика ребенка, традиционные методы воспитания с использованием авторитарных принципов, неумение взрослых управлять эмоциями в стрессовом состоянии. К признакам жестокого обращения отнесены многодетные семьи, малообеспеченность, наличие безработных членов семьи, стесненные квартирные условия. Я цитирую документ с официального сайта города. Также к признакам жестокого обращения с ребенком отнесены низкий рост, низкая самооценка, неумение дружить, неразборчивое дружелюбие и чрезмерная уступчивость. Я стала анализировать методички по другим регионам. Открыла, например, документ 2019 года, принят в Башкортостане, называется «Внедрение технологии раннего выявления семейного неблагополучия в рамках организации социального сопровождения». Под редакцией начальника управления семейной политики Министерства семьи, то есть серьезный такой документ. Открываю там и обнаруживаю раздел «Эмоциональные показатели физического насилия». То же самое. «Чрезмерная уступчивость, неразборчивость в попытках завязать дружеские отношения». Калька, понимаете, по всем регионам практически одно и то же, по-разному переформулировано. Физические наказания прямым текстом в этом документе названы насилием. И говорится о том, что надо вмешиваться как можно раньше. Предлагается, значит, смотрите, какая главная цель в работе с семьей. Для реализации цели по обеспечению благополучия семьи необходимо переходить от экстренного вмешательства в проблемы семьи и ребенка к прогнозированию и решению зарождающейся проблемы на ранней стадии. И там даже такая табличка есть, и ранней стадии названы единичный шлепок ребенка. Ранняя стадия, уже все, надо на социальное сопровождение. Это официальный документ, серьезные структуры. Открываю, значит, введение, и там написано, что это издание на 250 листов, прям полностью план работы с семьей, с такими дикими формулировками, просто волосы дымом встают. Я не буду утомлять, но тут любая семья себя найдет. Например, еще один признак эмоционального насилия – ребенок робкий, пугливый. Что у нас робких детей? Так нет, не бывает. Ребенок витает в облаках, замыкается в себе, не проявляет любопытства. То есть, в принципе, каждый ребенок в какой-то момент своей жизни имеет такие признаки. И, соответственно, любая семья по этой методичке может попасть на контроль. И здесь говорится о том, что если этот контроль, социальное сопровождение не осуществлять, может дойти до изъятия ребенка прямым текстом. Так вот, в самом начале написано, что издание подготовлено на основе материалов Национального фонда защиты детей от жестокого обращения. Это тот самый фонд, про который я говорила со связями с Американским агентством международного развития. Еще один фонд через запятую – благотворительный фонд профилактики соцсироса. Это другой фонд, про который я тоже сейчас говорила и цитаты оттуда приводила. Ну и еще назову фонд поддержки детей в трудной жизненной ситуации, который у нас имеет миллиардное финансирование в год. И, в принципе, партнерский фонд с Национальным фондом защиты детей от жестокого обращения. То есть есть документы англоязычные, причем из-за рубежа, о том, что у них с 2008 года там был договор. Фактически они работают на одно и то же, на внедрение ювенальных технологий по России. Ну и последняя организация, которую я тут упомяну, – общественная организация «Врачи детям». Это структура, которая у нас в Петербурге работает. Если вы проанализируете их методички, они есть в открытом доступе. Ну, например, методичка называется «Ступени». Такая профилактический тренинг для подростков. Ну это откровенное растление детей. Просто мне стыдно вот в этой аудитории говорить о том, что там написано. Но я считаю, за такое вообще надо ставить вопрос о возбуждении уголовного дела. И эта структура у нас ведет в школу приемных родителей. Эта структура, смотрите, они тоже занимаются вот этими всеми тренингами по перевоспитанию социальных работников. Пишут методички, которые у нас фактически как законы идут. Ну, одну цитату приведу из их презентации. У них есть «Врачи детям» по вопросам ВИЧ спит для детей. Совет ребенку, не употребляй наркотики, но если это происходит, я цитирую, то всегда пользуйся чистыми иглами, шприцами и растворами. Понимаете, это, ну, я не выдумываю, это мы с сайта официальной структуры скачали, которая у нас занимается политикой в сфере семьи и детства. И имеют, причем, гранты с федерального уровня, так же, как Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения. До последнего, до 20-го года имели гранты многомиллионные, самого высокого уровня. То есть работает очень хитро. Получается, они входят под предлогом. Люди, наверное, те, кто, я допускаю, что чиновники могут не иметь времени проанализировать эти 200-300 листов вот этого ювенального бреда, да, они там преподносят это все как забота о семье, получают гранты и идут на эти деньги разрушать наши семьи. Значит, следующий момент, о котором я хочу сказать. То есть, получается, мы имеем систему, такое правоприменение, которое построено на опасных для семьи установках. Параллельно, что происходит? Чтобы это все съели, так скажем, на практике, надо внедрять ложные воспитательные установки. И это происходит в вузах, через СМИ, через интернет. Вот этот же фонд, допустим, поддержки детей в трудной жизненной ситуации имеет свой портал, где, ну вот если родители, может, молодые, по наивности зайдут, начитаются там такого, что они, ну детей вообще, наказывать детей это вообще нельзя, это вот насилие. Ну а какие действия, что такое ненаказанный ребенок? Я думаю, не надо говорить, да, в этой аудитории. Так вот, вот этот фонд поддержки детей в трудной ситуации выпустил книгу, называется «Родителями становится ответственное родительство». Тоже, может, кто не знает, ну кажется, ну что такое ответственное родительство? На самом деле ответственное родительство – это такое, родитель должен соответствовать неким правилам, критериям, которые установлены структурами, ну, с международного уровня. А если почитать методически Советы Европы, что это такое, да, дружественное ребенковоспитание, там говорится о том, что дети и родители должны быть партнеры. Вот правильно звучало о том, что в семье должна быть иерархия. Какие партнеры? Кто отец, мать должны воспитывать ребенка? А там фактически вне зависимости от возраста говорится о партнерстве, вообще слово-то какое, взрослого и ребенка. И допустимость исключительно позитивного воспитания, то есть фактически отказа от любых строгих, относительно строгих воспитательных мер. Дальше открываем учебные материалы для институтов. Например, есть такая книга «Насилие и жестокое обращение с детьми». На базе ВУЗа у нас рекомендовано, тоже с министерством. Там говорится о том, что, я цитирую, «Большая семья, как правило, не способна обеспечить детям полноценную жизнь». Я цитирую учебник. Каких мы будем иметь социальных работников? Там также написано, что бедность – это коррелят риска домашнего насилия. Также там говорится о том, что нельзя торговать запретами. Например, и даже пример приводится. «Если не сделал уроки, не включу телевизор». Это насилие называется. То есть, вот посмотрите, происходит переформатирование по всем фронтам. Я уж молчу, какая современная такая либеральная литература. Психолог по воспитанию заходишь. Вот если молодой родитель ищет книжку почитать нормальную, да где ты ее найдешь? В магазинах на первых полках стоят такие книги, которые пропагандируют фактически отказ от воспитания. Параллельно происходит ювенальное переформатирование детей. Обучение детей правам, а где обязанности? Бесконечное обучение правам. Просто вот родственница у меня рассказывает, ребенок в первом классе пришел домой со школы и говорит, мама, у меня такие-таки-таки права. Она ей кулак показала, вот твои права. То есть, понимаете, что происходит? С первого класса им говорят бесконечно о правах. Плакаты вешают в школе. Была акция по борьбе с жестоким обращением с детьми в Челябинске. Посмотрите, что там повесили. Детям доступны были плакаты. Жестокое обращение с ребенком. Перебивание ребенка во время разговора. Или родители применяют насилие, если используют для запугивания свой возраст. Или когда они стыдят ребенка. Или еще используют доступ к деньгам и другим ресурсам для контроля за ребенком. Вот такое сумасшествие. Это все доступно детям. Они читают, естественно, впитывают. Также у нас рекламируется во всю детский телефон доверия. Вчера, вот, может, если кто-то следит, был международный праздник, понимаете, международный день детского телефона доверия. По школам, по некоторым прошли вот эти вот акции, где дети всячески там рисуют, какие-то ролики снимают в поддержку этого телефона. Ну, на самом деле, что такое детский телефон доверия? Это воспитать Павлика Морозова на жалуюся на ребенка. И какие плакаты висели в школах? Например, поводом для звонка по этому телефону было изображено рождение второго ребенка. То есть родители сюсюкаются с малышом, они как бы спиной к старшему. Вот, позвони по детскому телефону доверия. Это все висело в школах. И на федеральных каналах крутились такие ролики, что мама тебе не разрешает завести щенка. Позвони по детскому телефону доверия. И параллельно через этот телефон происходит сбор информации. Кстати, хочу сказать, что как у нас появился этот детский телефон доверия, его нам рекомендовали с международного уровня. Опять же, Комитет ООН по правам ребенка. Там есть такие заключительные замечания 2014 года. И вот после этого пошло накатом прямо вот это вот внедрение. На сайте каждой школы он сейчас рекламируется. Самое интересное, что в этих рекомендациях детский телефон доверия нам советуют одновременно со следующим. Покончить в России с принудительным лечением транссексуалов, гомосексуалистов, простите, в частности детей, а также предоставить детям из числа ЛГБТИ беспрепятственный доступ к необходимой информации по вопросам сексуального здоровья. Вот одновременно с детским телефонным доверием мы понимаем, какая будет пропаганда по этому телефону. Просто очевидно, что там может быть и пропаганда нетрадиционных отношений, и ты никогда это не узнаешь, контролировать невозможно. Дальше, следующий момент, как внедряется ювенальная юстиция, это финансирование. Финансирование именно вот этой ювенальной системы. В частности, поддержка так называемых замещающих фостерных семей, платных семей. У нас проблемы с поддержкой родных семей, бедные семьи не имеют той поддержки, которая бы обеспечила им возможность воспитания ребенка. Приходят к ним, говорят, у вас нет условий, мы отбираем у вас ребенка и передают фостерную семью, которая имеет за то от бюджета хорошие деньги. То есть такое финансирование перетока детей из родных семей в замещающих. При этом идет также хорошее подушевое финансирование сиротской системы, ну вот этих учреждений всех, да, не только фостерные семьи, а собственно учреждения, куда детей отобранных направляют. Это деньги, да, каждый ребенок это деньги, поэтому такой перекос есть. Ну и грантовое финансирование вот этой профилактики соцсиротства я же отметила, да, такие НКО прозападные имеют очень хорошие ресурсы, в том числе грантовые. Пятый момент, это межведомственные взаимодействия. Настраивается система сбора и передачи, причем в быстром таком темпе информации, которая является основанием для вмешательства в семью. В каждом регионе у нас приняты межведомственные регламенты, в частности вот у нас в Петербурге такой регламент тоже принят. Межведомственный регламент по профилактике безнадзорности. Я хотела бы оттуда буквально один пример привести, что считается опасным для семьи, для ребенка по нашему регламенту. Негативное влияние на ребенка культурных и религиозных факторов. Что такое негативное влияние религиозного фактора? Я уже слышала от официальных лиц, что, допустим, окунаться в прорубь это опасно, или там, ну то есть такие вещи, которые, соблюдение поста, которые для нас традиционно нормальны, это считается опасным. И в Норвегии вот такой случай был, он достаточно громкий, в СМИ был, дети в школе спели христианскую песню, детей отобрали, а в документах написали, что дети подвергаются обработке христианством. Ну вот, посмотрите, то есть у нас есть еще проблема с этими межведомственными регламентами, они основаны на вот таких ложных опасных установках, при этом, как только какое-то вот такое основание надуманное кто-то усматривает, моментально передается информация в структуры, готовые отобрать ребенка. Ну и шестой момент, это широкомасштабное участие прозападных НКО, во-первых, они финансирование получают с Запада, пересаживаются на российский бюджет параллельно и внедряют свои методички. Я бы хотела сказать, что, к сожалению, вот планом мероприятий по десятилетию детства также предусмотрена поддержка некоммерческих организаций, я сейчас цитирую, деятельность которых направлена на формирование ответственного родительства. Мы только что обсудили, что ответственное родительство – это такая подмена возможности нормально воспитывать ребенка. Ответственным родителям, согласно данным вот этого фонда поддержки детей в трудной жизненной ситуации, является в первую очередь родитель, который материально обеспечен. То есть если вы почитаете вот эту книгу, которую я упоминала, «Ответственное родительство», на первом месте для оценки детско-родительских отношений – это деньги. Вот фактически цитата оттуда. И ответственной за реализацию этого плана из десятилетия детства является вот этот же фонд поддержки детей в трудной жизненной ситуации. Вот такая история. Параллельно вот с этим всем основанием для внедрения ювенальной юстиции у нас, конечно, серьезные трудности, можно сказать, несовершенства законодательства. В частности, семейный кодекс. В настоящий момент там имеются такие нормы, которые позволяют, к сожалению, вмешиваться всеми при отсутствии оснований. Например, 64-я статья семейного кодекса. Родители не вправе представлять интересы детей, если орган опеки установит, что между интересами родителей и детей имеются противоречия. Просто все, противоречия. Достаточно. Ну и при этом, наверное, уже многие знают, 77-я статья дает возможность отбирать детей при непосредственной угрозе жизни и здоровья, которая трактуется широко. Вот пример я приводила, да, угрозой здоровью может быть что угодно, фактически по субъективному усмотрению органа опеки. К сожалению, сейчас нет времени, но законов, которые требуют совершенства, не очень много. В частности, закон о профилактике безнадзорности, административный кодекс, который по широкому основанию так называемого ненадлежащего исполнения родительских обязанностей позволяет их штрафовать. А два штрафа – это основания для отобрания ребенка на практике бывает. Ну и также упомяну еще концепцию развития психологической службы в школах. До 2025 года у нас такая принята. Среди задач там диагностика личностного развития обучающихся, их индивидуального прогресса и достижения. То есть недостаточно оценок контроля со стороны родителей, преподавателей. Вот психологи внедряются в школы. И, кстати, вот сбор данных о семье происходит зачастую через психологов в школах. Поэтому будьте осторожны, имейте полное право отказываться, не заполнять никакие тесты, не сливать, так сказать, информацию о семье. Пару слов я скажу об истоках ювенальной юстиции. Исторически Конвенция о правах ребенка предшествовала Женевская декларация 1924 года. Самое интересное, это первый документ такого рода. Самое интересное, что написано, она была дамой по имени Эгглантант Джеб. Она же стояла у истоков, основанного в Англии Международного фонда «Спасите детей», больше известного как Ред Барна, известного своими жестокими отобраниями детей. И, к слову, вот эта Эгглантант Джеб сама была нетрадиционной ориентацией, детей не имела. Это очень характерно, с чего начались международные документы по правам ребенка. И, видимо, по случайному совпадению, один из главных консультантов Комитета ООН по правам ребенка, Питер Ньюэлл, по методичкам которого написаны многие документы ООН по детской теме. И он один из главных борцов против телесных наказаний детей, оказался педофилом. Сейчас он сидит в тюрьме, но есть опасения, что он не единственный педофил. Потому что сейчас, вот читаем, буквально в марте вышли замечания общего порядка о правах ребенка в цифровой среде. Посмотрите, что там написано. Я цитирую, необходимо создать удобные для детей каналы, чтобы дети могли безопасно обращаться за советом в отношении собственного контента откровенно сексуального характера. То есть, пожалуйста, это не осуждается никак, не критикуется, просто надо создать удобную среду для обеда. И весьма примечательно, кстати, в этом плане еще один пункт данного замечания Комитета ООН по правам ребенка. В нем сказано, что поставщики консультационных услуг для детей в цифровой среде должны быть освобождены от обязательств по получению родительского согласия со стороны ребенка-пользователя на доступ к этим услугам. Цитата закончена. То есть, как мы видим, с международного уровня внедряется глобально такая система, которая направлена на уничтожение воспитательной роли, функции родителей, на ликвидацию традиционной семьи и общества в целях создания глобального мира с безвольными, бесполыми, легкоуправляемыми биообъектами. Что же делать? Ну, здесь я согласна абсолютно с тем, что звучало выше, каждый может действовать на своем месте. Каждый. В частности, что касается законодательства, если, ну, могу сказать, как представитель общественного объединения, если идет опасный законопроект, мы размещаем образец общественной полномоченной по защите семьи. У нас есть группа ВКонтакте, есть сайт, можете все посмотреть. Мы размещаем образец, в котором содержится информация юридически, почему законопроект опасен, и каждый может использовать эту информацию, чтобы донести свою позицию до органов власти. Это очень важно, чтобы была настроена обратная связь с обществом и государством. Конституция нам в помощь, в нее были внесены хорошие поправки о сохранении традиционных семейных ценностей. Теперь есть надежда, что следом за изменением Конституции мы можем повернуть вообще всю эту политику, и на федеральном, и следом на региональном уровне. И сейчас я хочу сказать, что в Совете Федерации ведется большая тяжелая работа по изменению семейного кодекса. Мне довелось участвовать, я вот участвую в этой работе, да. Хочу сказать буквально несколько тезисов о том, какие основные цели преследуются комиссии, которая хочет изменить семейный кодекс, ну, в просемейном ключе. Во-первых, ввести в семейный кодекс презумпцию добросовестности родителей. Это значит, что родители не могут быть заведомо виновными, если только, они виноваты только, если имеется решение суда, потому что сейчас у нас обратная презумпция. Также эти поправки нацелены на то, чтобы реально обеспечить родительское право на воспитание, исключить все те нормы, которые позволяют передавать право на представление интересов ребенка органам опеки по надуманным основаниям. Также важно обеспечить, наконец-то, право бабушек и дедушек на участие в воспитании детей без оформления доверенности, потому что это серьезная проблема на практике, бывает, что у бабушки нет доверенности, и начинается вмешательство в семью. Также здесь предлагается отказаться от действующего механизма отобрания ребенка. По 77-й статье, вот это вот неопределенная, непонятная угроза здоровью ребенку, и заменить комплексом мер по защите семьи. И в случаях экстренных, когда ребенок, например, остается один, родители госпитализированы, вот бывает сейчас, фактически это уже рассматривается как угроза здоровья, и до отобрания может дойти. В замену этого института предлагается ввести временные меры защиты, то есть передача ребенка на время отсутствия родителей родственникам. Но родители, как восстановили, забрали ребенка, никакого отобрания здесь быть не должно. Также предлагается сократить и четко прописать основания для лишения ограничения прав и исключить семейно-правовую ответственность, в том числе ограничение прав без вины родителей. Сейчас, к сожалению, без вины родителей возможно ограничение их в родительских правах, даже в случае их заболевания. Но это абсолютное безумие, это издевательство над родителями. Родитель болеет, его добить что ли тем, что его ограничивают в правах, а это сейчас практика, к сожалению. Вот реформа семейного кодекса нацелена на то, чтобы уйти от этой опасной практики. Ну, также важно сделать четким и исчерпывающим перечень оснований для признания детей, оставшимися без попечения. Сейчас он просто не ограниченный ничем. Ну, там есть и другие направления работы. Я просто хочу поблагодарить Елену Борисовну Мизулину, и вот при ее активной поддержке идет эта работа. Сейчас участвуют все министерства и ведомства. Хочу сказать, что работа очень плодотворная. Хоть и тяжелая, может быть и медленная, но обсуждается каждый отдельный тезис. И, насколько я вижу, те представители министерств, которые участвуют в этой работе, они искренне, на мой взгляд, заинтересованы в том, чтобы получился хороший результат. Ну, еще два пункта я скажу, что очень важно очистить законодательство от норм, которые позволяют иностранным агентам фактически влиять на нашу семейную политику. К сожалению, наш закон о некоммерческих организациях исключает структуры, работающие в сфере семьи, детства и социального обслуживания, из тех структур, деятельность которых подпадает под понятие политической. А если она не подпадает под понятие политической, то иноагентам их и не признать, хотя там иностранное финансирование и вся их деятельность на самом деле направлены на разрушение нашей страны, по большому счету. Ну, и в заключение скажу, что важно, конечно, появление просемейной идеологии, в том числе в информационном пространстве. Спасибо большое, с Божьей помощью сможем защитить традиционную семью.